Сегодня мы рассмотрим все плюсы и минусы длинных ногтей. Если вы хотите отрастить длинные ногти, но не можете на это решиться, то смотрите этот ролик. Меня зовут Александра Царева, и вы на канале Runeil. Подписывайся, чтобы узнать больше полезного для нейл-мастеров. Безусловно, ответ на вопрос, какие ногти выбрать, короткие или длинные, для каждого будет свой. Но я сама не понаслышке знаю все плюсы и минусы и тех, и других ногтей. Поэтому в этом видео мы рассмотрим их. А начнем мы, пожалуй, с минусов. Ну, в первую очередь, реально неудобно наносить крем для лица, потому что он весь застревает под ногтями. Очень неудобно застегивать украшения. Браслетики, сережки, цепочки, да все что угодно, в основном требуется чья-то помощь. Неудобно нажимать на любые кнопки. Смы в туалете, кнопка лифта, да вообще все что угодно. Очень неудобно готовить кушать, особенно если вы что-то трете на терке, можно случайно стереть часть ногтя, или, например, срезать его ножом. Однажды у меня была история несколько лет назад, когда я вставляла банковскую карту в банкомат, и у меня были очень длинные ногти. И, представляете, я не могла ее достать, мне даже пришлось попросить мужчину, который рядом со мной стоял, чтобы он достал эту карту, иначе я рисковала остаться без денег. Скорее всего, вам придется переодеваться в юбки, потому что ширинку и пуговичку на джинсах вы застегнуть не сможете. Если вы работаете в офисе, и у вас существует биометрическая система по отпечатку пальцев, то, скорее всего, вы в офис просто не попадете, потому что ваш отпечаток не дотянется до датчика. Но не все так печально, и не расстраивайтесь раньше времени, потому что плюсов у длинных ногтей тоже достаточно. Длинными ногтями очень удобно чесаться. Знаете, есть такая прикольная штука для головы, вот длинные ногти как раз-таки ее заменяют. А еще, помимо этого, вы можете чесать не только себя, а еще и своего парня. Если у вас есть дочка, и вы изобретаете ей косички, то длинные ногти помогут подцепить нужную прядь. А при готовке длинными ногтями можно переворачивать котлетки или бринчики, при этом даже не обжечься. Кстати, у нас на канале вышел новый ролик о том, как подготовиться мастеру к предновогоднему пилилову и выжить после него. Смотрите вот здесь. Ну и на самом деле есть тот пункт, который перечеркивает все минусы. Длинные ногти это очень красиво. И если говорить про людей, то они всегда делятся на два лагеря. Те, кто за короткие, и те, кто за длинные. Обязательно пишите в комментариях, за какие ногти вы, и какие вам удобнее. И не забывайте подписаться. Сама я нахожусь в категории тех, кто носит короткие ногти. Но это просто потому, что я очень много работаю руками. Но выбор всегда за вами. С вами была Александра Царева, канал Runeo. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...